ты уже начал или так мне как-то надо до техники добраться давай так вот что я могу дать и так хочу продолжить наш премьера это травентин звездковый мы его оттолировали в несколько цветов нанесли подгладили вот так гладилкой и когда уже на полуподсыхание то есть мы сейчас уже можем его смело загладить и не боять как это делали там старые мастера да они брали там были в них деревянные такие были вот это как то что я сказал про камешек гальку они его обрезали представьте как окатыш вот они его я так понимаю не может не резали может быть где достачивали там делали там дырочку нажали на такой ремешок или этим камешком и по такой полуподсыхание брали вот то что я рассказал это черное мыло оливковое масло они нагревали его до 70 градусов не доводя до кипения добавляя до щелочка в овостиковую соду и получали вот такое пастообразное такое кремообразное как мы называем горный воск до горный воск и подобный так сказать механил мы можем применить даже к этому материалу используя наш воск финн вакс я уже тогда говорил вам в начале мастер-класса что по идее наш финн вакс мы тоже можем коллировать мы тоже его можем смешивать с той же там венец и как и звездковой так и акриловой можно смешивать с нашими декоративными красками кем-то перламутрами все такое а после того если этот вот нанесли и он высох через день 3 можно на него что-то наносить или он уже не будет лежать но если вы что-то смешаете с ним же если этим же воском то можно а что-то еще сверху навряд ли какие-то там покрытия сверху навряд ли его надо будет нет 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 только надо зашкурить будет и тогда то есть если вы уже глянц сорвать надо сорвать глянц ну даже не глянц а воск он препятствует а сама 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 идея что на вот этом этапе да когда у вас поверхность еще не до конца высохла когда вы ее смочили вы ее так сказать выделили когда я ее уплотнил можно так назвать там зажили и достаточно если бы еще ее смочил и захотел бы ее там прошло еще какое-то время и я захотел бы ее полирнуть то мы уже увидели бы местами уже был бы глянец то есть звездковое молочко бы вышло и оно бы дало нам вот этот фокус полированного камня ну тут я пойду еще дальше не дожидаясь пока он полностью высохнут зная так сказать знаю особенности этого материала нашего воска я могу смело по еще не высохшему материалу да проверить подойти вот и получается как это было не знаю как это будет с этим материалом но как это происходило ну он говорит в оригинальном теделлаке и здесь гидрант да ты как то ее называешь гидрантная да да она связывалась с этим горным воском который основе великого масла да из этого каосика и получали какое-то покрытие такое кристаллическое создавало решетку которая препятствовала проникновению воды поэтому можно было там те же резуары с водой или как это емкости с водой бассейны ванны да умывальники все это можно было вскрывать подобными вещами единственное что через какое-то время нужно было освежать или еще раз делать эту операцию с втиранием этого воска по штукатурку то есть такую же операцию я провожу и когда например работаю с мармарином такую же операцию провожу могу и с травинфином ну и с венецией тоже там на полуподсыхание даже когда венеция у меня полностью высохла я тоже могу например взять воду подмочить подмочить вот это издетковое молочко тоже полируется великолепно то есть я где-то покажу вам этот фокус старых мастерок я говорил так же можно что мы добиваемся вот этим фокусом получается мы убиваем нескольких зайцев мы выравниваем наш травинфин мы его защищаем мы можем там мы можем добавлять воск всевозможные красители не боясь что он попятнят потому что поверхность еще влажная и она не так будет аксомбировать на себя думать мы можем добавлять туда ну не знаю как на звездковые но на акриловые точно можем добавлять но если бы нас есть ещё это iniciал но не можем добавлять пигменты вот те же белой матole далее пасты декоративные то есть это все все и имеет место быть если мы говорим за изисковую коллекцию, то там мы можем в наш ВОЗ добавлять немного изисковой Венеции тоже можем колеровать и получать такую патину изисковую или восковую для изисковых покрытий это будет одна из линейки изисковых и будем применять именно такую патину на изисе изис нашу ВОЗ сейчас еще немножко доведу и по маргарину еще какие-то вопросы по таделлаку есть? но именно исходя по травентинчику изисковую а если делать с раковинами? если что? с раковинами делать, ну с маленькими не выполнены ли они сами? ну тогда взяли можно кисточкой но опять-таки лучше дать ему такое чтобы под кисточкой он не размокался может быть даже на следующий день я уже сказал, что известно такая вещь это же не тот рельеф, что там забыли ее заделать и он превратился в камень здесь можно подносить здесь, как я понимаю, не такой, да? нет здесь, как я понимаю, не такой, да? нет здесь, как я видел вот она-то высота то есть вы получаете уже такое оригинальное покрытие где там старых мастеров вот это мастеров давай тогда баб Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...